Коммунальные службы Волгограда устроили зачистку территории, где уже вторую неделю работает общественная приемная депутатов областной думы. Тут же проходят бессрочные акции протеста за отмену итогов выборов в городское представительное собрание. В сквере на проспекте Ленина собралось небывалое количество техники и рабочих, которые почему-то обрезали зеленые верхушки деревьев, белой тряпкой отмывали памятник Ленину и пересаживали благоухающие цветы. Волгоград, оставшиеся свидетелями небывалого энтузиазма коммунальщиков, которых и днем с огнем не найдешь, с изумлением наблюдали, как под моросящий дождь поливочные машины в десятый раз щедро заливали водой брусчатку, а рабочие, вооружившись щетками, энергично ее отмывали. Для полноты картины не хватало только шампуня, которым, как известно, любят мы тротуары в Европе. Как рассказали информагентству активисты, круглосуточно дежурившие в скверике, водяная атака началась еще ночью, когда поливочные машины и пытались смыть их палатки. Бригады приехали сегодня утром, но зачистка уже территории началась сегодня ночью около двух часов утра. Точнее, двух часов ночи машины ездили, убирали территорию. Я вот вижу, сегодня поливает, но уже и поливали, и был пылесос, машина-пылесос, которая убирала. То есть, всячески пытаются нас отсюда, какие-то неизвестные люди украли наши два флага, как и что непонятно. Руководили всем действом некие люди в костюмах, которые, впрочем, не называли ни своих имен, ни фирму, которая вдруг озаботилась и так идеальным состоянием сквера напротив областного правительства. Вот и по графику, так ладно. А можете документы показать, которые разрешаются, чтобы вышли? Мне не надо разрешение, это территория, за которую контракт мне деньги платят. А зачем вы поливаете? Какое мне разрешение? А зачем поливаете? Мы моем брусчатку. А почему именно в этом месте? А почему в дождь это делаете? У нас есть все вопросы. А с гидрометцентром мы сегодня не созванивались, мы у них не спрашивали, будет сегодня дождь или нет. А как ваша фирма называется? Между тем, когда этот сюжет готовился к эфиру, журналистам информагентства стало известно о том, что в лагерь активистов пришли чиновники из администрации центрального района и предъявили им контракт, подписанный с некой фирмой на обустройство территории сквера аж от 1 апреля 2013 года. Почему-то именно после вчерашнего массового митинга в знак несогласия с итогами выборов у подрядчиков и возник небывалый трудовой энтузиазм. Скорее всего, сейчас будет производиться, сотрудники полиции нам сообщили о замене покрытия плиточного. Так что здесь будет грандиозная, наверное, работа. Чего, как говорится, не сделает, чтобы акции протеста под окнами губернатора, которые становятся все многочисленнее, не портили настроение главе региона. Вы уже на третий раз сюда приходите, просим вас предоставить возможность подряд... Может, я выскажу, да, потом что-то просим предоставить возможность выполнить работу подрядной организации, согласно вот этого контраста. Не, ну вот мы же говорим... Не, не, да хоть в пятый раз. Мы, во-первых, я могу сказать, что вот я как депутат от города избранный, я однозначно после сегодняшнего нашего стояния, я еще посоветую с юристами, куда, но однозначно буду писать по поводу использования техники, которая с утра здесь стоит, и ни шиша не используется. Мы говорим, в городе денег нету, у нас бюджет дырявый, и при этом 7 единиц техники с кучей народа Стоит с утра до ночи, они никак не работают без девичек, да? А мы же просили. Не, не, подожди, а вот теперь по поводу того, что просили. Вот здесь... Это я понимаю. 64 объекта, а это один из них. Вот 63 есть, перемещаетесь. Мы вам пассивили, дайте возможность обрезать. А обрезать что? Две этих самых. Мешает встреча с избирателями. Значит, две этих самых. Мы пришли постречаться с депутатом, мы выстревайте встречу. Две этих самых, две ветки, которые зеленые. А мы загнали 7 единиц, подойдите. Мало того, что вы сейчас осуществляете противоправные действия, вы мешаете осуществлять депутатские полномочия. Я не осуществляю. Вот лично вы их. Да, вы мешаете абсолютно. Я пришел по праву. И в прокуратуру я уже написал по этому поводу. Значит, мы с утра говорим, у вас есть по этому контракту 64 объекта на территории центрального района. Ну, занимаются пусть. 63 достаточно. Я готов сегодня сейчас проехать и показать, где на этих 63 надо заниматься. Сухостой убирать, подметать, мыть, чистить. Я готов это сделать. Это будет в рамках контракта. Пусть они этим занимаются. Если вы можете нам представить. Вот эту копию. А мы же предоставили. Предоставили. Ну, пока показывали. А вы нам отдайте. Вы нам отдайте. Мы сделаем соответствующие запросы. Какая там работа ведется и когда она будет сделана. Хорошо. Мы же предоставили. Сколько денег потрачено было. Мы вернули вам просто Левен Садович, мы предоставили. Поэтому просьба, чтобы... Это открыто. Он висит на сайте банка. Так он не подписан. Нет. Это же в одну очередь. Не подписан он. Понимаете? Это то, что вы предоставили. Это не документ. Это вы могли просто напросто шкафить. Вы вообще ничего нет. Понимаете? Вот пустые. Мы вам предоставили. Нет, вы предоставьте. Вот сейчас приходите, трясете пустыми бумагами. Я при всем уважении к вам, но это не работа. Это вы отписываются деньги эти выкинки. Вот таким же образом вы на выборах рисовали, Николай Алексеевич. Я извиняюсь. Я ничего не рисовал. Нет, не вы. Не участвовали. Ну, зачем вы говорите? Поэтому я говорю, вы не носите бумаги без почвесей, без печати. Утверждайте, что это документ. Это не документ, это макулатура. И Михаил Александрович правильно сделал, что вам вернул ее. Хорошо. А по поводу вашей техники, сделаем запрос. Мы передадим, мы передадим. Сделаем запрос, соответственно. Кто сюда наряд оформил, сколько денег потрачено, кто за это отвечает, почему машины стоят, не работают, закрыты ли у них... Да, есть ли маршрутные листы у каждой техники. Конечно, все это есть. Если бы мы просили, мы бы уже, Николай Алексеевич, уже... А кого вы просили? Николай Салович. А что вы его просили? А он мешает вам? Ну, пожалуйста, обрезайте. Мы предоставили... Обрезайте. Наши главные листы. Обрезали. Обрезали. Обрезайте. Обрезайте. Если бы мы просили еще... Ну... Ну... Ну, доставьте. Передвинуть, да. Мы подходили и спрашивали, вам куда надо передвинуть? Нам никто ответить не мог. Нет, ну зачем? Мы с ним общались, говорим, давайте вот сюда переставим. Ну, сейчас в чем проблема? Можно переставить? Можно. Можно переставить. Ну, куда? Да, хоть вот сюда. Ну, давай... Мы заранее вас предупредили. До 30 сентября здесь будут проходить встречи. Вы сейчас мешаете этой встрече? Нет, я не мешаю. Нет, техника мешает. Я говорю, в прокуратуру я уже направил это обращение.